У памятного камня тишина, и нашу боль не выразить словами. На память вновь приходят имена, отдавших жизнь за стен небес над нами. Торжественное и очень важное мероприятие состоялось в поселке Заводской. Здесь, рядом со школой номер 10, открыли сквер, который назван именем Кирилла Серавкина. Собственно, сквер здесь был всегда. А с началом реализации программы «Твой проект», когда жители сами выбирают место для благоустройства, появилась возможность восстановить и реконструировать общественное пространство. В этом году мы весной высаживали плохую чаиву, как раз со школьниками, где-то порядка 25 саженцев высажено. Асфальтовое покрытие восстановлено, установлены скамейки, освещение. И, кстати, на сегодняшний день пользуются большим спросом. И действительно, заводчане любят это место. Оно как бы особенное и своей красотой, уютом и новым названием. Мы каждый вечер приходим сюда, пенсионеры, инвалиды, дети катаются, понимаете, тогда вот красота сделана вообще. Такие елочки посадили красивые вообще. Мы довольны. И спасибо всем людям, кто это вот приложил труд, что так красиво все сделали. Мы вообще довольны. И пенсионеры, и дети наши. В мае 2022 года решением Думы Артемовского городского округа, при поддержке главы Вячеслава Квона и местных жителей, сквер назван именем Кирилла Серавкина, который погиб на Украине, выполняя свой воинский долг. По сути дела, героя нашего времени. Инициативного, неравнодушного. И главное, несмотря на свой молодой возраст, очень мужественного человека. Кирилла Серавкина в заводском хорошо знают. Здесь он вырос, учился, отсюда уходил на службу. От лица родителей и близких хочу выразить огромную благодарность администрации Артемовского городского округа, администрации поселка Заводской, работникам ДК Индустрия, неравнодушным жителям нашего поселка за помощь и поддержку в организации проведения похорон, за создание сквера мемориального камня. Мы живы, пока нас помнят. Спасибо всем. После таких слов у всех собравшихся, официальных лиц, школьников, просто жителей, появилось ощущение сопричастности к чему-то большому и важному. К тому, что мы называем честь, долг, Родина. И о чем не принято говорить вслух, но каждый понимает и чувствует, что это останется с ним навсегда. Чувствую теряюсь, конечно. Ну, вот знаете, ну какое вот такое ощущение, что действительно, правильно ли мы живем. Вот мы должны на это смотреть, радоваться и любить поселок, города, людей, свою Родину самое главное. А мы русские люди. Мы русские люди. А русский народ всегда победит. Александр Наточев, Денис Надильный, Светлана Нурик, Гавриэль Филатов. Коротские новости. Артемовский телеканал. Лента.